Добро пожаловать на канал How to Spain. С вами, как всегда, я, Виктория Белякова, и у меня гостья Екатерина, студентка языковой школы Испании и по совместительству наша клиентка. Сегодня мы поделимся отзывом, личным опытом об обучении в школе Испании. Екатерина, спасибо, что согласилась поделиться опытом с нашими зрителями. Спасибо, что пригласили. Итак, расскажи, Екатерина, как ты стала студенткой школы? Чисто случайно. Я листала в Facebook группы с переездом, и там наткнулась на пост от вашей компании How to Spain, и вы предлагали скидку на обучение. И, конечно, я написала, связалась с вами. Мне дали менеджера, Елену. Я с ней связалась, и мы с ней на протяжении всего этого времени коммуницировали. Она помогала мне оформиться в школу. Была со мной на связи и день, и ночь. Вот. И приятным бонусом было то, что мне предоставили 40 бесплатных онлайн-уроков на обучение, которыми я начала заниматься еще до переезда, находясь в Москве. Пригодились. Какой у тебя уровень испанского был? Когда я сюда приехала, у меня уже был А2. То есть меня сразу отправили, потому что я 40 часов отзанималась. С нуля я начинала, и вот меня отправили на А2. Я сдала тест, написала по приезду в эту школу, и определили в группу А2, да. Ты меня сейчас удивила, потому что ты увидела нас в Фейсбук. Я действительно этого не знала, потому что Фейсбук, мне всегда казалось, это для аудитории немного постарше. Я тоже начала, если честно, пользоваться Фейсбуком активно, только когда начала планировать переезжать сюда, потому что там очень много полезной информации, групп, которые помогают отвечать на вопросы, которые у тебя возникают. Ты приехала, сдала здесь тест. Скажи, вот ты говоришь, у тебя уровень А2. В школе одни носители. Тебя это не испугало? Вот в тот момент ты заходишь в класс, и вокруг все говорят на испанском. Конечно, было тяжело сначала. Я сижу и думаю, боже, как это вообще осваивать? Мне тяжело. Но ничего, где-то неделя прошла, я привыкла, и все. То, что преподают материал полностью на испанском, со временем ты привыкаешь и начинаешь понимать этот материал. А в группе было много русскоязычных ребят или больше иностранцев? Когда на самом деле я пришла, никого не было. А я же приехала, у меня здесь толком не друзей, не знакомых, и самое легкое завести знакомство – это с русскоязычными. Я вот где-то недельку-две проучилась, у меня не было никого русскоязычных в моей группе, и потом вот приезжают ребята, с которыми я общаюсь до сих пор. Супер. Они приехали откуда? С Украины. А ты родом откуда, из какого города? С Саратова. Ну вот отлично. Мы все вне политики, согласись, что в Испании эти темы вообще никак не поднимаются. Мы все дружим. Никаких слоногласий нет, ссор, презрений каких-то. Все на дружеской ноте. Отлично. Хорошо, смотри, ты неделю отучилась, уже немножко вникла. Как дальше пошла система? Я, кстати, знаю секретную информацию, что ты меняла курс в школе. Да, я поменялась. Сначала я пошла на магистрский курс, потому что у меня в плане было то, что учиться год в языковой школе, потом поступать в магистратуру. Но мне понравился дженерал курс более тем, что он гибкий, потому что магистрский курс, ты не можешь выбирать, например, когда тебе заниматься, в первую или во вторую смену. Не можешь ты отменять уроки, не можешь заниматься онлайн. А мне это было важно и нужно, поэтому я перевелась на другой курс, на дженерал, который более гибкий, лояльный, подходит тем, кто, допустим, тут уже работает, работает на даленке, на дистанционке. Да. Ты знаешь, меня часто спрашивают, почему ты так именно с Испанией активно работаешь, почему ты их так пиаришь. Но все здесь на самом деле просто, потому что на моем личном опыте и опыте наших клиентов это самая гибкая школа. То есть мы можем обратиться к школе и сказать, вы знаете, вот мне выпалась работа, но не могу я сейчас каждый день ходить, мне нужно как-то совместить и учебу, и школу. Хорошо, давайте подумаем. Или вдруг такое тоже бывает. Вот знаете, этот преподаватель, мне вот как-то мне с ним некомфортно, я хочу заменить. И здесь это будет нормально. Никто не говорит, что мы идеальные, вот вам идеальный учитель, сидите, радуйтесь. Нет, вы можете подойти, поговорить по-дружески с администрацией школы, всегда-всегда пойдут навстречу, и вас услышат, и предложат более оптимальное решение для вас. И поэтому действительно их не грех рекомендовать. Также уровень можно поменять. Если, допустим, ты занимаешься в группе, тебе слишком легко или слишком сложно, то ты подходишь также на ресепшн, говоришь о том, что ты хочешь перейти, и без вопросов, буквально за два дня они находят тебе либо новую группу, либо тебе нужно написать тест, если ты хочешь повыше уровень, чтобы доказать свои знания. И все без проблем. А на следующий год планируешь продлевать курс? Я думаю. Это зависит от того, что будет с моей магистратурой, потому что я вообще хочу сдать ДЕЛЬ и все-таки поступить. Но посмотрим, что будет дальше. В любом случае, как запасной вариант, да, я рассматриваю. Мне нравится в этой школе учиться, поэтому... Для студентов общего курса также включен курс подготовки к ДЕЛЬ. Да, да, это вообще отлично. Вот это вот действительно очень такая редкая возможность, я бы сказала. Далеко не каждая школа и курс предполагает среди вашего курса бесплатно подготовку к ДЕЛЬ. Потому что обычно это довольно дорогостоящий курс именно по подготовке. Он стоит намного дороже, чем обычные курсы. Я не так давно узнала, что он, оказывается, входит, и не нужно дополнительно ничего покупать. Ты в любой год можешь сказать, я готова, хочу сдать B2 или C1, какой угодно курс. И ты просто идешь на 2-2,5 месяца в другую группу на подготовке. И потом встан и возвращаешься к себе. В этой же школе ты можешь сдать. Да, в этой же школе. В этой же школе сдаешь. Удобно. Да. Скажи, вот по твоему опыту, каждая школа, она все равно имеет свои особенности. И нет такого, что все нравится всем. Вот по твоему мнению, как ты думаешь, кому эта школа бы подошла, а кому, возможно, стоит искать другие варианты? Мне кажется, она вообще подходит совершенно всем. Потому что там интерактивные методы обучения. Мы смотрим видео на ютубе, разбираем песни, играем. Там, не знаю, кто знает, кахут. То есть очень продуктивно, интересно проходят занятия. Насколько я знаю, там у вас 14 или 16 лет можно учиться в этой школе. И до неограниченного возраста, и, думаю, подходит совершенно всем. А в кинозал ходите? В кинозал нет, потому что у нас домашний Нетфликс. Это очень удобно, да. В любое время, в любой момент. В кинозале, честно, нет, не было. Но все советуют. А школьные мероприятия? Я еще не ходила, но знаю, что там вы варите сангрию, учитесь, что там готовить, какие-то совместные мероприятия. Это не обязательно, но тот, кто хочет, может присоединиться. И есть бесплатно, есть, там буквально 5 евро стоит. Это много таких активностей, но лично я ходила только на Интеркамбио. Тоже очень продуктивно практиковать именно разговорный язык, помогает. Интеркамбио – это обмен языком? Либо я ездила на экскурсии. Обычно в субботу или воскресенье устраивают ездить в соседние города, либо в океанариум, либо экскурсии по городу. То есть и очень бюджетно на самом деле, потому что если покупать мимо отдельно, выходит дороже. Все экскурсии на испанском, все на испанском. Да, тоже практика языка. Катерина, спасибо большое. Друзья, надеюсь, опыт Екатерины был для вас интересен, полезен. Я скажу больше. Сейчас мы записали только про языковую школу Испании, а в следующем видео мы расскажем именно про студенческую жизнь на опыте Екатерины. Поэтому по ссылке в описании к этому видео вы найдете наше интервью и сможете узнать более подробно об опыте Екатерины в Валенсии. Почему Валенсия понравилась, либо не понравилась Екатерине именно для студенческой жизни. Катерина, до следующего видео. До следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok